Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Близится обновление 9.2, близится старт сезона, стоит помнить, что это разные даты. И смотря на красоты смертельной тризны издалека, я думаю, стоит поговорить о ключах. Многие люди уже задумываются о том, какой надо ключик закрыть перед стартом сезона, что нужно сделать, как нужно подготовиться. Ну, давайте немножко об этом поговорим. Я думаю, видосик реально будет полезен тем, кто никогда не стартовал новый сезон, или, быть может, тот, кто вообще недавно только в WoW играет и хочет получить абсолютный максимум со старта нового сезона. Поехали! В этом нам поможет, собственно, календарик. Откроем календарик для начала и увидим следующую среду. Следующая среда у нас 23 февраля. Это неделя межсезонья. С 23 февраля до 2 марта она у нас будет длиться. Собственно, в эту неделю мы ходим старыми в плюсы. Мы можем ходить их ради получения старого итем-левела. Мы можем ходить их, по-моему, ради накопления рейтинга для получения таких достижений, как Keystone Master с целью отбития маунта. Но это не точно. Рейтинг для 0.1% уже набить будет нельзя. Рейтинговые таблицы по этому достижению закроются 23 февраля. Как говорится, кто успел, тот успел. Я успел. Вот. И что получается? В эту недельку, в неделю межсезонья, всем абсолютно нужно закрыть 20-й ключик в таймер или 21-й ключик не в таймер. Вы спросите, зачем? А я отвечу. Это нужно для того, чтобы 2 марта при открытии великого хранилища получить 16-й ключик. Да, конечно, мы получим вещицу старого итем-левела, но при этом мы получим замечательный 16-й ключик, который нужен нам для того, чтобы просто-напросто наполнять наше хранилище. Напомню, для наполнения хранилища можно проходить ключи даже и не в таймер. Таким образом, если вы зафейлите 16-й, ну, это будет не страшно. Вы наполните хранилище уже на один ключик, и у вас будет 15-й ключ, который, скорее всего, вы пройдете. Замечательно. Далее. Что получается? Само собой, в момент со 2 марта по 9 марта нужно ходить 15-й ключик с целью того, чтобы наполнять хранилище. С целью того, чтобы 9 марта при открытии хранилища был выбор между 278-ми вещицами. Выбор — это всегда хорошо. Хорошо. Если закроете один данж, вам просто-напросто дадут какую-нибудь безделушку ненужную, и вы будете расстроены, мягко говоря. Поэтому лучше закрыть данжа 4, а еще лучше, конечно же, 10. Но, само собой, для этого нужен и текущий хороший item level, и для этого нужна, возможно, будет группа довольно-таки неплохая, поэтому как-то подготовьтесь. Окей. Давайте, наверное, рассмотрим на каком-то живом примере касательно снижения ключа, потому что, быть может, эта информация кому-то непонятна. Живой пример. Я с 16 до 23 февраля закрыл 26-й ключик, то есть в текущий АКД. Этот ключ был закрыт в таймер. Если я буду следующую неделю бездействовать, ну, например, у меня будет вообще не до ключей, я не захочу туда идти, то мой ключик срежется на единичку, но и еще дополнительно он срежется на 4 за счет того, что просто-напросто стартанул новый сезон. Таким образом, 26-1-4 равно 21. То есть 2 марта при открытии Великого Хранилища, или там при прохождении какого-нибудь ключика, я получу 21-й ключик 2 марта, что, в принципе-то так-то довольно-таки неплохо. Вот такой вот живой пример, я думаю, на нем все гораздо понятнее. Если, само собой, остались вопросы, то можете задать их в комментариях, постараюсь ответить каждому. Касательно сравнения боссов я еще хотел немножко высказать между 9.1.5 и 9.2, насколько они усилились. Я даже таблицу составил, но что-то мне кажется, где-то я ошибся, либо где-то ПТР косячит. Я, в общем-то, закину все это в Дискорд, и в Дискорде мы уже с вами это обсудим. Не хочу тут разводить трехминутный монолог по этой теме. На этом, думаю, можно видосик закончить и монолог закончить. Касательно ключей до старта сезона и в сезоне, все рассказал, все объяснил, все наглядно показал на календарике. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!